Мы приехали совсем недавно из Духовной Академии, где мы каждое утро провозглашали. Три провозглашения. Первое, я исцелен. Второе, я освобожден. И третье, я победитель в Иисусе Христе. Давайте мы трижды это провозгласим. Прямо сейчас в всей Церкви. Провозгласим три пыта. На три-четыре. Три-четыре. Я исцелен. Я освобожден. Я победитель в Иисусе Христе. Аминь. Слава Богу. Я думаю, вообще уже очередь проповедников. И я не могу втиснуться. Сега има голяма редица от проповедницы и аз даже не мога да съвмыкна там. И мислих поне да излязе да ви кажа здрасте. И малко ще ви расскажа моето свидетельство. За щедрость. Но я хочу засвидетельствовать о том, как Бог щедр. Искам да ви свидетельствам колко Бог е щедр. Щедр ко мне. Ну, это обыкновенно, наверное, миссионерская история. Мы поехали сперва на пасторскую конференцию. Там у меня был такой небольшой доклад. Потом перед этим была небольшая такая, может быть, неприятная беседа. И видно у меня... А что-то я еще съел сладкое опять. И два кофе выпил, захотелось. Второй раз уже наступать на те же самые грабли. И ввече пак повторяем мою это грешка пак. И скакануло давление. И крывното ми се вдигна. Я когда почувствовал, что у меня речь стала вязкая. И куда-то из этих, че речта ми се променила. И левая половина тела отнялась. И для вата част на мою тяло спрях, да я усещам. У нашей мамы, по-моему, была левая гемопорез. Левая половина. Мы прямо сейчас разрушаем всякую наследственность во имя Иисуса Христа. Ну, принесли тонометр, я померил давление. И я измерих крывното. Там было где-то за 200. 220. На 130, что такое. Някъде на 220, на 130. И я понял, что это опять прединсультное состояние. И аз усетих, че това е прединсультное состояние. Ну, вот Александра Коновалова проповедовала обо мне немного. Александра Коновалова е проповедовала за мен малко. Бог положил мне на сердце, так как я перестал говорить. Аз спрях да говоря и я самах тази мисъл в сърцето си. Я начал говорить на иных языках. Почнах да говоря на други языки. И вот так вот. Говорю, 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 говорю. Говоря, говорю. Ну, так, не громко. Не високо. И чувствую, что в язык приходит сила. Я потихонечку начинаю говорить и на понятном языке. Потом у нас был Трез Диас. Потом мы с Наташей улетели в Южный Китай. Мы были Турция, Шанхай. Шанхай потрясающий мегаполис. Более 30 миллионов человек там живет. Тридцать миллионов человек там. Тридцать миллионов, да. Тридцать миллионов. Да, тридцать миллионов. Потом Шанхай и Санья. От Шанхай до Санья. Санья – это южная часть острова Хайнань. Твоя южная часть на острове Хайнань. И там мы решили обменяться опытом. Смотрели, как работает один санаторий китайский. И там решили, чтобы мы видим, как работает один китайский санаторий. Знаете, это тропики. Твоя тропики. Китайское, Южно-Китайское море. Южно-Китайское море. Такая красота. Пешим много красивым. Круглый год лета. Целая година има лето там. Жабы гавкают, как собаки. Не отличишь вообще. И жабы звучат так, как коту кучу там. Мутром выходим, мы так. И смотрим, что вам эти звуки. Я спрашивал, что это такое вообще. И испытываем, какое это ла. И местные говорят, это у нас лягушки так квакают. И доказывают, что эти звуки издават жабы. Интересно, как у вас собаки лают тогда. И я все помыслил, интересно, как кучу-то говорят там. Ну, лучше не знаю. Собак там, кстати, мы что-то так особо и не видели. Кобачу кучу-то не видят мы там. Скорее всего, их съели. Может быть, сеги взяли. Ну, ладно, не будем догадываться. Вот. И когда мы уже улетали из острова Хайнань. И год у вечера трыглах мы от острова Хайнань. Это был самолет местной линии. Это был самолет от местной линии. Аэропорт Санья. Летишься с Санья. До Пекина. До Пекина. И вдруг я почувствовал, что у меня опять язык отнялся вообще. И я спак усетив, че языками не мога да го контролируем. И тело стало просто вообще полностью непослушное. И тело-то в общей на месте слушаем. Я вот так вот стою. Я так стою. Как холодец, руки болтаются. Как холодец, троцетами, если просто отпуснуть немного. Язык болтается. Язык, а все, что отпуснуть. Не могу ничего сказать. Ничто не мога да кажа. И понимаю, что если сейчас Наташа куда-то уйдет. Я с разбиром, аку Наталья трыгну некогда. И я потеряю здесь. Аж ты се изгубе тук. То вот с таким языком я просто не смогу оттуда выбраться. Не смогу ничего объяснить. Такая ситуация. И я начинаю вот так мозгами думать, что произошло. Я вспоминаю, что утром я съел какой-то тропический плод. Вот немножко съел, возможно, несвежие маракуйи. И еще какой-то плод, который похож на яблоко, но в то же время не похож. Первый раз в своей жизни я попробовал этот плод. Я предполагаю, что от него. Я понимаю, что это просто элементарный нейротоксический шок. То есть в результате какого-то токсического поражения. В результате какого-то токсичного поражения. Поразила вся моя центральная нервная система. Целата ми центральная нервная система была поразена. Ну, я тогда подумал, я же профессор центральной нервной системы. И я с поместителях, нали сам профессор на центральной нервной системе. Ну, я должен знать, как из этого выйти. Трябва да знам, как да излязло твое положение. И опять Бог мне напоминает о том, что молись на иных языках. Ну, я пытаюсь все так молиться. И потом, что даже первые слова я произнес, что Наташа что-то сказал. Очень смазанная речь. Я даже сам не понял, что я сказал. Вот, ели шел за ней. Ну, вот так буквально отплелся. Вот как-то вот так. Странно очень, конечно. Ну, понятно. Китайцы меня не знают. Мало ли, больной какой-то идет. Китайцы не меня познават. Нали сигурно себе слил, някакой болен горли? Я говорю Наталье, что надо остановиться, надо сесть. Хорошо, что мы купили тонометр китайский. До этого мы достали тонометр. Начали мерить давление. А давление вообще нормально. Ну, где-то было 160 на 100. Для меня это хорошее давление. Потому что я бывший спортсмен. И всегда на повышенных оборотах всю жизнь работал. Трудился спортом заниматься. И я понял, что это не прединсультное состояние. Это точно нейротоксический шок. И знаете, вот что меня спасло тогда? Я вспомнил, что во время 40-дневного поста Ну, то есть 38 дней я уже не ел ничего. И только пил воду. Наташа тоже тогда вошла в 5-дневный пост, по-моему, И на выходе из 40-дневки она меня поддержала 7-дневным постом. А на 38-й день меня как будто бы парализовало. И на 38-й день у сетих сетянулся парализировано. Ну, в принципе, это не было такой, собственно, паралич. Это была просто такая сильная слабость, что я не мог поднять руку. Не мог пошевелить ногой. Не мог подняться. И вот тогда мне в голову пришла, я верю, что от Господа. Научись двигаться в Духе Святом. Я спросил, как это, Господи? Бог мне просто проговорил, во имя Иисуса Христа подними правую руку. Я приказал, и правая рука медленно поднялась. Потом приказал о левой руке. Левая рука поднялась. Потом дальше нога, левая нога. Потом я перевернулся. И потом во имя Иисуса Христа я встал. И во имя Иисуса Христа начал ходить. И на 40-й день я сам сошел с 4-го этажа. Сел в свою машину. У меня работал только один глаз. Потому что была нарушена аккомодация. Я вот так с одним глазом просто поехал на машине. В диагностический центр. Потому что меня так доктора попросили. И там выяснилось, что у меня произошло полное обновление всех систем. И на диагностике показалось, что у меня радужка новорожденного младенца. И на диагностиката се показывало, что... Радужка... Иридо. Ирис. Ирис. И на болгарский Ирис. Ирис все одно и на новорожденном дете. Радужка Ирис, да. И я вот об этом вспомнил. И я опять думаю, что мне надо опять, значит, научиться двигаться в Духе Святом. Научиться говорить в Духе Святом. Тугава в Китае сосетик за та же ситуацией, по мыслих чепак, Трябва да се научи да се движи, да говори в Святие Духа. И я начал пробовать. И я започнул да се упитвам. И вот кажу свою мысль. Всяка свою мысль. Я сопровождал словами. А сопровождах с думите. И говорил слова, как слова Божии. Я говорил, ходи, прямо. Многие твердые. Осанка прямая. Шаг уверенный. Маши руками. Двигай головой. И вот так потихонечку я начал ходить, двигаться. Себяно така започнах да се движам. Вот я сейчас верю. Я, в принципе, не могу сейчас хорошо говорить. И аз сега не мога да говори толкова добре. Я верю в то, что Дух Святой говори через меня. Аз вервам, че Святия Дух говори через мен. Потому что Бог наш очень щедрый Бог. Защото нашия Бог е щедр Бог. Знаете, у пророка написано, что кто изничтожного научится в нас и си драгоценное. Пророките пишат, че този, който от малкото, може да видят в малкото нещо ценно. Того сделаю, как свои уста. Так говорит Господь. И вот так вот началось мое, не знаю, хочется так сказать, что как своего рода приключение. Такое и започнало моето приключение. Я начал опять заново учи заходить. Започнах да се учи, да ходи на ново. В Духе Святом. В Святие Дух. Вот что-то делать в Духе Святом. Да правя нечто в Святие Дух. И говори в Духе Святом. И да говоря в Святие Дух. Я спрашивал, конечно, Господа, почему Господь это случилось. Аз питал Господь, за что това се случилось с мене. Знаете, Господь мне напомнил одно хорошее место. Господь мне напомни одно добро место. Это написано у Апостола Петра. Това пише при Апостол Петра. Там написано очень просто. Много простичко е написано. Страдающие плоти перестают грешить. Този, който страда с плоти, спира да се грешава. Вы знаете, некогда даже думать о чем-то плохом. О чем-то худом. Просто думаешь о том, что вот как прожить еще один день. Я проработал целую неделю. Я работал как, не знаю, как какой-то робот. Больше похоже было на то. И я с работой как-то некого робота. Потому что внутри меня звучал диалог. Иди туда, сделай то и это. Но ни одного пациента я не упустил. Всех обслужил, всех принял. Со всеми поговорил. Всех осмотрел. Слава Богу. Слава на Богу. Я сегодня считаю, что это большая щедрость в отношении меня. Потому что думаю, меня могло просто парализовать. Я перестал бы ходить. И говорить. А перестав говорить. Я думаю, что я бы перестал бы жить. Потому что зачем? Но сегодня я хожу и говорю. И смотрю и молюсь за кого-то. Я хочу сказать, что интересный факт я отметил. Что если я себя жалею и куда-то ложусь. Че, ако я сожалею себе си и лягам някога, да си почувам. Сила остается все меньше и меньше. И уже больше не хочется вставать. Но чем больше я двигаюсь. Колко-то повече се движам. Чем больше я служу. Колко-то повече служам. Тем больше я говорю. Колко-то повече говоря. Чем говорить становится все легче и легче и легче. И что-то делать становится все легче и легче и легче. И для меня это очень большая радость. Я понимаю, что для меня это какая-то щедрость Божия. Возможно, я сам не могу сегодня ходить. Но если Бог может ходить через меня, то слава Богу. Ако Бог не может ходить через меня, тогава слава на Бога. Возможно, я сам не могу делать массажи сегодня. Може би, сам не могу да правя массажи сегодня. Но пусть Дух Святой делает это через меня. Но нека Святая Дух го правит через меня. Вот сегодня утром я очень тяжело говорил. Пока разговорился. Несказ утром много трудно говорих, обаче сега вече говоря по-добре. Потом нашел камушки, вспомнил един метод. Намерих камени и се сетих за един метод. Хорошо помылах. Аз ги измих много добре. Заполнил им рот. Сложих ги в устата си. И начал говорить с камнями. И започнал да говоря с камените. С караговорки. Някакви бързи изрази. Да. На дворе трава. На траве травата. Не руби дрова на траве двора. И очень быстро, очень быстро, очень быстро. И много бързи изрази за дикција куўту сава принцип. Я, оказывается, узнал, что есть очень-очень такая самая сложная скороговорка. Яс намерих един много труднен израз. Который на целый лист. Който вверху. Я его прочитал. То есть застыў един лист, яс прочитыв този израз. Ну думаю, прочитать тяжело. Много труднен да го прочиту. А выучить было бы очень интересно. Много интересно би било да го научим из уст. Больше не буду забирать ваше внимание. Я больше о том, что слава Богу я с вами. И искам да кажа слава на Бога, че съм с вас. С просьба к вам молиться за меня. Имам улба к вам да се молите за мен. Потому, что наш старший пастор и архиепископ Дэвид Муксаним. Он находится в подобном состоянии. Потому, что он перенес уже 4 инфаркта миокарда. Той принесел 4 инфаркта миокарда. И вот он висит вот так на волоске. И он говорит, я не знаю, сколько я еще проживу. Но вы знаете, этот человек полностью свое упование возложил на Господа. Но този човек изцяло уплывава вверху Бога. И в това има голяма Божия слава. Для меня, для нас, вот с Наташей, была огромная честь находиться просто рядом с этим человеком. За мен и за Наталия беше голяма честь да се намираме близо до този човек. И да виждаме таков прекрасен пример. Мы видели нашего миссионера, который первый открыл церковь в нашем городе. В Карагандии, в Казахстане, очень давно. Это было в 91 году. Он до сих пор живет. Ему, наверное, уже около 90 лет. И жене его за 80 лет. Он тоже уже несколько раз умирал. И до сих пор он живой. И все още е жив. И мы видели его. Он прилетел с Америки в Турцию. И Йоджозеф, он за нас молился с рукоположением, с Наташей. И его жена Кэрол. Я не знаю, что Бог через это показывает. Я думаю, что огромная Божья любовь. Потому что мы видим перед собой очень посвященные сердца и сосуды. И вы знаете, меня очень тронуло, что Джордж Стил его зовут. Могу ме докосну. То есть Джордж Стил. Который работал в 91 году. В 90-х годах у нас в городе по 12-шаговой программе. Когато в нашу город той работил през 90-те години по 12-стъпкова система. И в принципе от него я перенял эту систему. И от него научил тази система. А этот человек когда-то, в 80-те годах, пережил анафилактический шок. А той же человек някога през 80-те години преживял анафилактический шок. И он вообще разучился разговаривать. И той не могло да говори вообще. И он был практически полностью парализован. И почти и был изцяло парализирован. И потом вот еле-еле вот так вот. То есть он ходил вот так, как, наверное, как пингвин. И говорил так, что его практически никто не понимал. Это надо было иметь дар истолкования иных языков. И требовал некуда ему дар на разбиранные, на другие языки. Потому что говорил он вот так. И как-то вот так из-под лови. Вот что-то вот такое. И попробуй пойми. Еще и на английском языке. Но почему-то вот Наташа, она его прекрасно понимала. Наташа, я его разбирала. И Наташа, он очень сильно любил. И той много я обичал. Ну, это какая-то сверхъестественная такая отцовская любовь. Сверхъестественная баштинская любовь. Континенты вообще, ну, в том плане, что прилететь откуда-то с Америки для того, чтобы повидаться просто с нами, просто посидеть. То я душил друг континент просто за невиди. И вот он сидел с нами, с Наташей разговаривал. И был просто, мы видели, какой-то счастливый человек. И той сидел, говорил с мен, с Наталя, и видяхме, колко счастливый человек. Я помню, мы вместе вышли, это была зима. Заедно излязохме, тогава беше зима. И он подсказнулся и упал. Той се е подхлъзнал и е паднал. А встать он уже не может. Но не может да стане. Но слава Богу, что мы были рядом. Слава на Бога, че бяхме до него. Я подбежал, другие ребята подбежали. Аз се зачичах при него, и другите момчета дойдоха също. Он весил примерно 160 килограмма. И мы начали его поднимать. И започнахме да го вдигаме. И ели, ели, как подняли. И едва, едва го вдигнахме. И потом потихонечку он сам пошел, пошел. И постепенно той сам започнел да върви. Мы предложили, может быть, проводить. Он говорит, нет, 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 я сам. Вот этот человек прилетел, поведавался с нами, поговорил с нами. Вернулся к себе в Америку. И что сделал? И умер. И ушел к Небесному Отцу. И в этом тоже вижу большую щедрость. Бог показывает к нам, как Он нас любит. Бог ни показва, как много ни обича. Что Он готов послать людей откуда-то с другого континента, чтобы они прилетели. Той готов да изпрати хора от друг континент, те да дойда тугу. И просто попытались донести до нас любовь Иисуса Христа. И просто да се опитат и да донесат любовта на Иисус. Поэтому я благодарю сегодня Бога. Благодаря днес Бог. За то, что я с вами вместе. За то, что я могу сказать вам слова. За то, что я могу сказать вам слова. И вы меня понимаете. Че я не разбирате срочно. Че я могу прикоснуться к вам. Че мога да ви докосна. И почувствовать ваше прикосновение. И да усвете ваше докосование. Спасибо вам, друзья. Благодаря ви, приятели. Благодарю Бога. Благодаря на Бог. За Его и вашу щедрость. За Него и ваша щедрость. А сегодня я хочу представить. И днес ка искам да ви представя. Это очень драгоценный брат. Много скопоценен брат. Я первый раз, когда его видел. За первый раз, когда его увидел. Говорю, ты готовый пастор. А сказали, ты себе вече готов за пастор. Я верю в то, что Дух Святой сегодня будет говорить через Него. Давайте поприестуем Александра Шарича. Александра Шарича. Спасибо, пастор. Благодаря пастору. Благодаря пастору. Спасибо.